друзья всем привет воскресный день на дворе а это значит новый жизненный сюжет о недвижимости уютный сюжет и сегодня мы отправимся в гости как вы думаете кому в гости ко мне прямо сейчас мы находимся у меня в квартире двушка о которой я просто мечтал и одна из задач была купить квартиру именно с балконом купив эту квартиру ремонт который здесь сделал нас в целом устроил полностью но вот балкон был вообще без ремонта а я просто мечтал о том чтобы сделать полноценный настоящий балкон об этом я снимал отдельный видеоролик и сегодня я вам покажу что у нас получилось и самое главное сколько это стоит я все записал цифры многих могут шокировать друзья рассказываю как есть подчеркиваю что балкон сделали капитальным но как это получилось капитально нет красиво плохо функционально вы напишите в комментарии потому что все этапы строительства я снимал в силу того что многим нравятся тайм-коды или как их называют youtube эпизоды делаю все в описании но ребята рекомендую посмотреть все от и до потому что уже действительно полезный площадь балкона изначально вообще 5 квадратных метров у многих из вас подобный балкон может быть чуть больше чуть меньше но это интересно что можно сделать из этого пространства в этом видеоролике я вас конечно же познакомлю с полезной информацией и также оставлю ниже ссылочки в описании на всех тех с кем имел дело потому что огромная работа была проделана наверняка у многих возникнут вопросы а кто это сделал а тут как что будет полезно ну что пойдемте потихонечку пока подходим балкону друзья кратенько расскажу и дам отзыв сами люди писали например в инстаграме канала первое по приточке как приточка попользовался шикарно ну просто шикарно реально всем рекомендую особенно брать комплектацию с подогревом вот сейчас когда холодно начало становиться если не включать подогрев отсюда будет сифонить такой прохладный воздух включаешь подогрев до 25 градусов пожалуйста воздух пошел не забывайте о том что отопление тепло неплохо сюда еще заиметь какой-нибудь увлажнитель воздуха ну и также про камин шикарно реально всегда пользуемся постоянно каждый вечер включаем потому что атмосферу создает и вот когда было холодно но отопление еще не работало мы включали подогрев от него прямо идет такой хороший теплый воздух уют создает я серьезно стоял так вот грелся с женой разговаривал но это лирика оставлю также на них ссылки мало ли кому-то будет интересно почитаете самое интересное сегодня по существу кроется за этой прозрачной дверью пойдемте буду рассказывать вот скажите мне пожалуйста цените ли вы свое личное время вот неужели сегодня у вас еще есть желание отправляться в магазины для покупок бытовых вещей ехать туда парковаться искать место парковочное ходить по этим очередям нарваться на неквалифицированного сотрудника купить и все это тащить к себе домой или же круче вот так вот сидят дома попивая чашечку двойного эспрессо совершать абсолютно любые покупки через е каталог частенько я вижу ваши комментарии серии да что там этот е каталог что в нем такого друзья на е каталоге есть абсолютно любые товары поймите вам даже не нужно больше прыгать по различным сайтам чтобы искать один какой-то продукт вы заходите и все что вам нужно вы находите здесь здесь есть отдельно фильтр вы выставляете ваши параметры очень много деталей над которым работает я каталог для того чтобы каждая ваша покупка шла в удовольствие более того все магазины которые здесь представлены переход на них вот эти ссылки они прямые нет никаких абсолютно наценок у других такое бывает здесь есть потрясающая фишка видеть динамики цены это говорит о том что ты можешь отследить точно ли на товар нету какой-то наценки а то сами знаете акции бывают различные сегодня скидка 25 тысяч рублей вчера мы накинули 40 тысяч рублей буквально в несколько кликов можно создать свой личный кабинет в котором вы можете составлять списки желаний узнаете впереди праздники еще что-то вы можете уже присматривать подарки своим близким либо подарок для себя точно также зашли полазили по поиску он у вас будет сохраняться е каталог работает и территории российской федерации украины и казахстана в том числе банальный пример сейчас за окном плохая погода дождь идет зонтик нужен тебе зашел на е каталог можешь запросто его найти так более того на странице сразу можно почитать отзывы за него посмотреть обзоры все это делается элементарно друзья просто нужно один раз попробовать вот кофе до замечательный двойной эспрессо а как вы думаете где машинку то я покупал я уже рассказывал все через не каталог доставки на дом поэтому не тратьте ваше время кайфуйте от каждой покупки а самое главное делайте это взвешено и с экономией читаете отзывы выбирайте наиболее привлекательную цену и только после этого оформляете заказ е каталог сделает вашу жизнь ярче можно задать вопрос ну и чё такого обычный белый балкон чем ты собрался нас удивлять давайте я вам сделаю перебивочку и покажу как это выглядело раньше раньше здесь по сути не было ничего а все то что было это откровенно был хлам или можно сказать был такой летний вариант и серии вода не капает и уже хорошо друзья в силу того что раньше проживая там в другой квартире однокомнатная я делал себе ремонт изначально строго по проекту точно также в этот раз я начал с проекта всем рекомендую реально особенно тем кого вот нет от этой жилки дизайнерской чтобы все воплотить а таких нас большинство сколько стоит дизайн проект один квадратный метр от с визуализациями стоит 3000 рублей в моем случае это было там ну примерно 5 метров 15 тысяч рублей но приехал дизайнер все промерил у меня обратите внимание трапециевидная форма балкона это просто боль моя самая натуральная потому что здесь у меня место вроде бы достаточно а в другом конце места нет вообще в самом конце балкон остаюсь сюда просто не влезешь соответственно вот эти все формы это нужно было все расчертить и в дальнейшем точно также предусмотреть по ремонту и по установке мебели сейчас ее нету но я вам рендеры как это будет выведу на экран и расскажу чуть позже про мебель первым делом создаем черновой макет дальше я рассказал сразу что я хочу здесь видеть и собственно мне сделали визуализацию я приглашал в день замера дизайнера раз славу это прораб который отвечал за ремонт и вел ремонт полностью и в дальнейшем также приехали еще ребята которые занимались стеклением для чего это скажем так три команды которые работали на балконе и чтобы не получилось так что дизайнер сказал а это вот они виноваты строительные так сделали строитель сказали что это окна не так в общем найти различные косяки которые могут всплыть я решил так что вот вы трое собираетесь и что потом вы друг на друга пальцем не показывали вот пожалуйста записывайте себе контакт человек проверенный алина как мы с ней познакомились в инстаграме она мне написал из серии привет купил квартиру давай я тебе помогу сделать проект все посчитали приехала вот что мне нравится таких людях не многословно и 100 вопросов лишних не задает тем более я лично знал что я хочу я и все рассказал все спокойно сделала все прислала мы в несколько правок буквально внесли но потом когда приходит бригада я говорю ребята я хочу тут и показываю картинки людям сразу понятно что нужно это друзья реально экономия денег и экономия самое главное ваших нервов ссылочку на алину оставляю в описании второй этап это был стекление вот здесь на самом деле палка о двух концах приезжают бригады которые говорят что здесь может быть сложного и пропадают приезжают бригады которые говорят все сделаем цена 550 тысяч рублей для тебя со скидкой 320 я естественно говорю вы чё с ума сошли в итоге не знаю почему но в самый последний момент я вспомнил про вова это реально мой друг он скаширы они занимаются стеклением и когда я жил в другой квартире они занимались стеклением я ему звоню губаван сколько это все будет стоить вот такой проект мы нарисовали он говорит с работами с установкой внимание сто шестьдесят семь тысяч рублей друзья что это за профиля что идут за технические данные я вам вывожу на экран чтобы это сейчас не зачитывать монотонно вы сами можете посмотреть кого это интересует что мне сделали но задача была поставлена следующая сделать максимально теплое стекление чтобы зимой здесь можно было спокойно находиться и самое главное обратить внимание вот на это панорамное окно что она без подогрева хотя изначально я очень сильно хотел сделать с подогревом почему без первые сроки месяц полтора называют жаль вторых цена ну цена еще не так пугало того что 65 тысяч рублей за один квадратный метр в любом случае это бы вышло бы примерно под соточку но самое главное это были сроки и люди объяснили то что мы тебе сделаем так что в принципе здесь будет тепло ну посмотрим как эта зима себя поведет значит рассказываю почему сделано так торопиться я никуда не буду в этом видеоролике я просто детально расскажу почему вообще вот такой ремонт именно появился в силу того что здесь больше всего места здесь будет предусмотрено рабочее место почему сейчас например на момент съемки нету мебели потому что в силу трапециевидной формы этого балкона купить в икее готовый стол нереально мебель будет заказываться под заказ тавтология но тем не менее чуть позже я вам расскажу сколько будет стоить стол казалось бы простой и шкаф раз здесь у нас рабочее место вот это я хотел сделать специальным панорамным окном чтобы я сидя здесь посматривал в окно наслаждался первый вопрос как его мыть это же панорамное окно ты откроешь там ты не подлезешь ребята есть роботы с помощью которых можно мыть вообще любые стекла поднес с одной стороны не сопрягаются и спокойно мой балкон я делю на три части первая зона это рабочая вторая зона вот это в силу того что здесь тоже достаточно пространство это зона чила у меня есть маленькая дочь который будет здесь постоянно бегать носиться соответственно все должно быть спрятано чтобы ничего ей не мешало все розетки все заглушены пальцы языки хоть куда суть никого током не ударит столик вот это довольно таки простой столик вот он как раз был куплен из икеи открываем ставим стул это два барных стул один и второй на кухне мы решили не покупать дополнительные стулья потому что нафиг они здесь нужны они будут занимать место и вот одно из ключевых в нашей стране полгода то и больше там семь восемь месяцев холодно тем не менее бывают жаркие день когда хочется посидеть кайфануть понимаете досить на балконе летом но здесь будет жарко это постоянно нужно включать кондиционер но тем не менее вечерочком окошки то можно открыть и вот здесь я вас ребята знакомлю просто с крутейшей фишкой этого балкона за окошком у нас шум ненавижу когда есть перегородка ну зачем сидишь и сразу пропадает вид а здесь перегородки нету потому что это мощнейшие слайдеры вы посмотрите просто как это все сделано я вам детально показываю таким образом ты присаживаешься у тебя здесь царь горячий сахар конфеты и ты сидишь кайфуешь у меня вид открывается на царицынский парк я могу сидеть наслаждаться вдалеке дома когда темно становится они подсвечиваются очень красиво в летнее время зелень в осеннее время вот такая красота в зимнее время это все будет открываться соответственно просматриваться будет отлично понятно что зимой окно мы открывать не будем оговорюсь сетки москитные есть если надо можно поставить в этом проблем нету все предусмотрено все сделано с головой но сам факт того что ты сидишь кайфуешь я уже выкладывал фотографии в инстаграм-канал а народ оценил атмосферу потому что вечернее время мы продумали и здесь есть атмосферная подсветка вот примерно так это все выглядит вечером я постарался подогнать настройки по камере под подоконником была установлена ржебишная лента которая с помощью пульта может менять режимы поярче потемнее ну соответственно любые цвета пульт работает на две зоны первое это вот под подоконником вторая будет над рабочим местом можно спокойно управлять одним пультом двумя частями вот это интерьерная атмосферная подсветка по крайней мере я и называю именно так захотелось повесить фонарь в стиле лофт вот на всякий случай пусть будет он включается с помощью этой веревочки свою атмосферу он придает вдруг захочется зимой посидеть в лофт баре и не забывая о том что у нас полгода темень ну я хотел чтобы балкон был круглогодичный вот сделали отличный свет включаешь освещение просто пушечная соответственно если все включить участки элементы подсветки на балконе становится ясный день как вы слышите во дворе ведутся ремонтные работы пилят профнастил отличный вариант и тишина далее мы все убираем и вот здесь такой момент все у тебя достаточно пространства объясню стены вот эти до финально это окрас не обои ничего мы не клеили почему дочка растет в любом случае когда-то здесь что-то будет нарисовано что-то здесь будет поцарапано покоцано для того чтобы это легко было освежить все ушли одним днем покрасили краски сейчас есть быстрые сохнущие нитро без запахов покрасил все здесь будет как как все новенькое вот давайте я вам теперь расскажу дальше про техническую часть что мы сделали с этим балконом первым делом конечно же произвели демонтаж полы старая штукатурка в общем все что было на балконе демонтировали вторым шагом и начали утепление начали его с парапета на готовые листы с цсп мы приклеили пеноплекс 50 миллиметров между плитами оставили зазоры по 5 миллиметров которые задули полиуретановым утеплителем такую же операцию произвели по боковым стенам и потолку третьим шагом на пеноплекс мы закрепили теплоизоляцию отражающую пенофол далее возвели стены из газобетона 50 миллиметров четвертое это полы мы утеплили их также пеноплексом экстрим 50 миллиметров обработали бетоноконтактом и их залили утепленный потолок мы зашили гипсокартоном на парапет мы смонтировали систему теплый пол и также ее положили на пол про нее я вам расскажу чуть позже подробнее смонтировали все грамотно использовали плиточный клей в общем здесь все сделали по технологии все остальные стены включая откосы мы выравнивали гипсовой штукатуркой на пол мы положили нагревательный мат и также выровняли плиточным клеем после чего ждали высыхания стен пола и только после этого проложили уже всю электрику и приступили к малярным работам зашпаклевали стены в два слоя оклеили стены стеклохолстом после чего зашпаклевали финишной шпаклевкой в два слоя ошкурили под прожектор загрунтовали и покрасили на пол мы положили кварц винил про него я вам расскажу чуть позже почему выбрали его и чем он хорош примыкание естественно закрыли пластиковым плинтусом высотой 70 миллиметров пришел вячеслав кто такой вячеслав я уже неоднократно про него рассказывал когда-то я его рекламировал собственно так мы с ним и познакомились и он сказал мы реально хорошо занимаемся ремонтом я посмотрел его работы взялся за рекламу в дальнейшем говорю слушай куплю квартиру обращусь к тебе так и сделал друзья поэтому все что я рекомендую вам этим же пользуюсь сам мы сразу говорили по срокам что каких-то временных рамок и серии сделай за 10 дней сделай за семь дней сделай там за две недели не ставлю обсудили что по моему объему с учетом того что что-то должно посохнуть какой-то материал приедет по выходным мы не работали мы работали исключительно с 10 до 7 часов в дневное время с понедельника по пятницу сроки поставили примерно 30 рабочих дней ориентир но по факту он сделал за 27 что ли основная задача была следующая сделать балкон подчеркиваю максимально теплым соответственно на вот эту стену мы не поскупились и сделали все как положено вы сами это прекрасно видите плюс ко всему всему давали постоянно просохнуть чтобы не дай бог какая-то влага плесень в общем все то что может привести к какому грибку не произошло поэтому сделано было все четко на все про все с точки зрения оплаты услуг сотрудников его ушло сто пять тысяч рублей но сюда приходило большое количество людей у него было все разбито что один профессионально занимается одним другой другим то без каждый сотрудник отвечал за свое с точки зрения комфорта работы со славой вот я вам положа руку на сердце говорю вот такой человек никак вас не грузит тем что ой того нету этого нету вы приходите оговариваете объем работ он все рассчитывает и начинаете оплату то без сначала вы закупаете материал он все делает за вас и уже дальше по факту каждого выполненного этапа вы оплачиваете деньги то бишь нет такого что наперед ему заплатил и он исчез как бы он на короткой ноге работы в сотрудников у него полно то бишь в этом плане все четко реально приходят спокойно зашли начали работу к слову я просто переживал думал блин вот например в зале мы ремонт сейчас делать не хотим а это сейчас пыль грязь на самом деле все прошло гладко все приходили застилали затягивали пленкой пыли никакой нету в конце все убирали все тишина и самое главное что такие черновые грязные работы все сделали быстро значит сто пять тысяч рублей за сотрудников за работу и за материалы у нас ушло сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать рублей за все про все ушло примерно друзья триста пятьдесят тысяч рублей вот я все записал это материалы работы вы можете сказать ого ничего себе как это дорого а вот такие цены ребята вот такие цены можно сделать все гораздо дешевле можно на пол кинуть ламинат здесь можно просто покрасить соответственно балкон у тебя будет исключительно летний у меня подчеркиваю задача была совсем другая в любом случае как балкон не утепляй если не добавить элементов обогрева здесь все равно зимой будет холодно потому что когда на улице 0 градусов это одно а дома еще от квартиры тепло идет а когда на улице будет минус 20 это интересно честный отзыв сделаю позже а на стену мы установили нагревательный мат для чего вот и сидишь возле окна от стены идет тепло ты по полу ходишь от пола идет тепло ну а мой выбор полонагревательной маты от электролюкс и вот здесь важно не перепутать и не запутаться есть две модели первое это easy fix маты они были установлены на стену и вторая это мультисайз маты они были установлены на пол ребята это максимально простой способ организации системы теплых полов городских квартирах или в загородном доме не забывайте что выносить батарею или делать подогрев водяной на балконе нельзя у них есть своя крутая фишка виде текстильной самоклеющейся основы уникальностью заключается в том что она идеально ложится на поверхности не оставляет никаких бугров даже если будут небольшие сдвиги части матов в стороны изоляция греющих жил нагревательного мата выполнена из фторопласта вот эти маты можно укладывать в тонкий слой плиточного клея без заливки толстой стяжки такие покрытия как ламинат или паркетная доска ну для вас не секрет не переносит перегреву поэтому мощность система должна составлять не более 110 ну 115 ватт на квадратный метр ну и также очень важная фишка с точки зрения экономии стоимость мата в его номинальном состоянии сопоставимы с ценой аналогов а дальше растяжение дает возможность получить значительную выгоду вот посмотрите увеличивая длину мата можно покрыть дополнительной площадь так например вот наш multisize мат позволяет обогревать 6 квадратных метров по цене четырехметрового мата в результате выгода достигается в размере 35 процентов вот вам пожалуйста терморегулятор имеет такую фишку как управление через вай фай казалось бы вай фай но у конкурентов как говорят такого особо нету поэтому можно через мобильное приложение делать различные настройки что например 6 вечера вас теплый пол или там стена включается точно также дистанционно с мобильного приложения вы естественно можете управлять поэтому все те кто будут присматриваться к системе теплого пола смело рекомендую обратить внимание на easy fix мат от электролюкс либо multisize мат ссылочку я оставлю в описании можете перейти почитать ознакомиться так вот вот этим мы спокойно управляем включили выставили нужную температуру например там 30 градусов прогрелась и как только 30 становится он сам автоматом включается температура начинает падать он автоматом включается сделано это для того чтобы экономить электроэнергию тестировал от к температуру падала ночью было холодно включал так что ну действительно пока заморозков не было здесь просто африку можно сделать рабочее место их почему его на момент съемок например нету потому что под заказ мебель делается примерно полтора два месяца возможно кто-то может сделать быстрее я таких людей не нашел все с кем связывался месяц и более сколько будет стоить создать здесь рабочее место здесь все будет элементарно я вывожу на экран рабочее место зона стала она будет идти по низу по расстоянию по высоте все сделано четко то есть садишься будет удобно работать здесь у тебя розетки для компьютера и так далее здесь на всякий случай запас розеток потому что есть камеры квадрокоптеры стабилизаторы и все что с этим связано иной раз нужно разом все это зарядить поэтому розеток здесь достаточно здесь стоит компьютер вот эта вся часть будет закрыта просто в полку сверху поставим что-то для интерьера ну и снизу будут такие полки открытые куда или закрытые пока дома как лучше сделать куда можно какую-то утварь рабочую поставить цена вопроса за рабочее место плюс за шкаф шкаф вообще элементарный будет реечный шкаф то есть с полочками куда я буду класть свои вещи плюс те же самые съемочное оборудование камера там еще что-то должно быть продумано все так что для экономии пространства никакие ручки мы на фасад не выносим типоны нажал открылась все цена вопроса 115 тысяч рублей с монтажом ориентир в силу того что сейчас ношу изменения на данный момент я думаю 1120 отдадим за мебель ребята вот пожалуйста вам когда вот такую форму дизайнеры там архитекторы дома заложили вот теперь думай что с ней делать можно понятное дело поехать купить все самому собирать можно но когда ты вложился уже в балкон и хочешь делать чтобы все было четко и если вдруг не получилось четко за это можно предвидеть исполнителю приходится платить поспать то мы с вами все любим и соответственно это сейчас день и здорово ходить по сторонам смотреть в окошко но когда ты ложишься спать хочется иной раз чтобы в 6 утра солнышко не разбудило поэтому смотреть как сделали шторы да то эти роликовые их в принципе даже не заметно то эти роликовые жалюзи но они сделаны с технологии blackout что такое blackout простыми словами тут полотно она темная как бы она очень плотно и соответственно сейчас если все шторы закрыть здесь будет темнота давайте проверим все тоже продумано вот обращайте внимание на детали вот это же окно открывается слайдером если сейчас открыть она закрытые шторы никак не задевает на улице день а в квартире стала ночь вот да но идеально все можно ложиться спать можно зачилить по полной программе и выспаться значит какие минусы которые были замечены уже когда все это дело сделали я не продумал вот здесь за окном например висит кондиционер если окно помыть с помощью робота еще можно а вот не дай бог кондей сломается его нужно будет обслужить здесь уже минус что надо будет заказывать альпинист альпинисты конечно не прям космические деньги но тем не менее доплатить за это придется еще фишка крутая друзья вот например когда ты вечером садишься в силу того что ну это жилой дом здесь темно за окном а вот знаете когда например зима начинается снег идет и вот и сидишь там окошко смотришь вот на фонаре видно пока фонарь светит надо было продумать три элемента подсветки один вешается сюда за бортом да то есть с улицы крепится второй посередине и третий в конце и чтобы он светил туда-вдать для чего третью кнопочку выводишь ты садишься вечером при этом пятница зима снег пошел мощный ты нажимаешь на нее свет будет падать туда на улицу соседи это никак не будет напрягать он им не будет мешать естественно не в окна что светишь передо мной никакого дома нету но зато когда я буду сидеть у меня здесь прям будет целая вьюга за окном это реально будет эффектно то бишь это можно сравнить как когда вы едете на автомобиле по темноте по полной вы дальние включаете и вот прям перед вами снег пошел снег пошел снег включить можно друзья поэтому фишка крутая я думаю что я ее сто процентов до начала зимы выплачу а потом еще вам покажу как это будет работать здесь хотели сначала ломать что-то переделывать почитал ваши же комментарии по одно что все-таки уют придает поменяли стекла сделали вот с такой штукой не знаю как это правильно называется вот крестиками уютно становится то бишь можно открыть его поставить сюда например стул сидишь там чай пивешь женой общаешься готовят а ты сидишь кайфуешь отдельно стал вопрос что класть на пол плитку ламинат или что паркет какой-то положить выбрали вот ламинат типа кварц винил для меня при важно было вода если сейчас сюда что-то разлить он никак не загуляет соответственно устойчивый раз не стоит забывать и про безопасность вот например вот этот композитный ламинат не поддерживает горение имеет очень низкий уровень дымообразование также есть приятные фишки типа активного звукопоглощения минимум скрипов и шума а максимальную прочность здесь обеспечивает каменный полимерный композит ну и конечно очень важно это износостойкость здесь она повышенная этот композитный ламинат мне посоветовал один из зрителей в инстаграме канала ссылочку оставляю приобретен был через респект флор ну и в целом сам по себе материал вот этот идеально подходит для теплых полов поэтому я его купил сейчас у даже если снять ножку до полы теплые такие комфортные можно походить в удовольствие в дальнейшем планируем перестелить полы в зале на кухне в детской комнате все будем пользоваться вот таким материалом серьезно говорю проверили попользовались уже всем довольны поэтому может смело пользоваться ну и конечно как же ремонт без косяка в ремонте слава богу пока что не замечено но вот в отделочке до обратите внимание это уже потом я заметил заказал шторку открываем ее собака такая упирается когда я не было окно открывалось ровно 90 градусов и было все четко соответственно по-хорошему если бы это предусмотрели заранее чуть по-другому вы сделали но по-плохому сейчас зима в принципе мы часто окно не будем открывать открывая его вот так вот на вариант проветривание что в принципе достаточно а вот к лету ближе скорее всего что-то придумаю либо как вариант вообще просто и сниму чтобы она не мешалась но потому что и на раз хочется открыть полностью это окошко чтобы проветривание шло а вот шторочка-то не дает учитывайте это да друзья самое время побить по калькулятору посчитать общую сумму ремонта который меня ну просто ошарашило изначально я думал что это будет полмиллиона и многие писали а получилось еще больше смотрите 15 тысяч рублей дизайн-проект стекление балкона 167 тысяч рублей работы сотрудников плюс материалы 350 тысяч рублей мебель шкаф рабочее место 120 тысяч рублей примерно шторы 37 тысяч рублей вывоз мусора порядка десяти тысяч рублей того короче в общей сумме получилось 700 тысяч рублей и безусловно можно сказать какие деньги отдали за балкон друзья но такие цены поймите правильно мы тоже не бегали не покупали в придворовых магазинах там где какая-то бешеная наценка все материалы закупались через крупные сетевые магазины везде постоянно шел торг не совру местами кое-что было сделано бартером вот я называю вам реальную сумму если все вот это оплачивать и не так что что-то здесь дорогое напишите что здесь может быть дорогое на материалах можно там был действующий сэкономить ну при общих размахах не та история значит что хочу сказать если вам вдруг нужные услуги ребята все с кем работал оставляя ссылки в описании пользуйтесь на здоровье алина вам реально поможет сделать хороший черновой макет со славой вообще вот такой человек пунктуальный реально обязательный делает все четко я к вам даже больше обращусь никогда обращусь никогда людей ни в чем не торопите лучше закладывайте сразу больше времени начинаете делать все в последний момент чтобы не получилось так что например что-то должно подсохнуть а вы быстрее 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 но у вас же потом хуже будет я его не дергал мы работали комфортно в 30 дней с головой уложились касательно мебели пока что ссылочку на ребят не оставлю надо посмотреть как соберут посмотрим сделают круто оставлю на них ссылку то же самое на ребят с окнами в общем все что нужно все подробности на ламинат на подогрев на камин в общем все что я вам показал просто оставляя для того чтобы вы могли перейти посмотреть пообщаться посчитать надо пользуйтесь не надо не пользуйтесь и посылочка в описании не переходите основная задача чтобы зимой можно было вот так же спокойно им пользоваться как сейчас чтобы вот эта дверь была открыта дочка бегает я здесь хожу окна закрыты за окном минус двадцать а здесь тепло и никуда там в шею ниоткуда не дует все должно было бы сделано грамотно вот посмотрим что у нас получилось теперь приходя домой 700к это примерно наценка на лэнг крузер прады это даже там он крузер прада сейчас продают 800 миллион на оценка киа карнивал это миллион на оценка это как так и наша автомобильной теме про которую мы тоже снимаем люди покупают тачки с бешеными допами мне вот она нафиг не нужна совсем недавно выходила серия про мою машину бушечка 2016 года всем доволен смысла продавать ее и доплачивать нету потому что балкон сделал но впереди у нас теперь будет детская комната который я вам тоже покажу что будем делать кстати недавно был ролик на канале про николая это человек который занимается мебелью на заказ вот смотрите что получилось я показывал тогда ну мало ли кто не помнит люстру повесили чтобы здесь было достаточно света кровать на заказ матрас какой blue slip матрас я его рекламировал сплю ну реально доволен матрасом они разные есть по жесткости вот этот чуть пожестче в кашире у нас помягче факт в том что в дальнейшем когда дочка чуть постарше станет уже будет своей комнате отдельно спать вот это уберем и вот эту часть будем доделывать скорее всего будет здесь пространство жены какой-то стол с большим зеркалом с подсветкой чтобы она могла здесь накраситься какие-то свои дела поделать поработать ноутбук поставил все занимайся делами ну а здесь вот спит мой малыш на на самом деле он не спит даже дочь ему не разрешает собака спит с нами дочка спит рядом в общем у нас здесь весело ложимся спать вечером как мыши просто таки ляжем здесь такие все знаете друг другу подвинулись вот у нас мишка есть и вы такие очень частый вопрос а по пространству здесь же воздуха будет не хватать вот такая тема получается перед сном все мы легли и соответственно воздух циркулирует того что я включаю приточку воздух заходит если нужно в дальней комнате вообще можно приоткрыть окно высасывать все это дело ну реально в общем такого чтобы мы спали задыхались от того что не хватает кислорода никогда не было вот такой получился у меня балкончик сам в шоке от того какие нынче цены ну а что делать можно было бы не делать и сидеть ждать когда это станет еще дороже кухня тоже хотим поменять освежить сделать под себя вот в целом купив эту квартиру все как здесь было сделано нам нравится на 95 процентов буквально пять процентов которые мы бы там по планировке хотели поменять но в дальнейшем над этим вопросом поработаем друзья подписывайтесь обязательно канал потому что дальше будет больше интересных жизненных роликов вот на подобные темы там про недвижимость про кредиты про машины в общем все то что в жизни каждому из вас может пригодиться я надеюсь этот сюжет был с атмосферой домашний балкон вам понравился возможно вы скажете это фуфло нужно было делать по-другому пишите ваше мнение в комментарии обязательно подпишитесь на инстаграм канала потому что там всегда выходят свежие новости ставьте лайки ставьте дизлайки до новых встреч всем пока пока